Представьте, что ваш организм – это независимое государство. Тогда иммунная система – это воины, это целая армия защитников, которые оберегают родное тело от агрессивных вирусов и бактерий, от тех, кто способен захватить власть и уничтожить здоровые клетки. Чеснок плюс мед равно повышение иммунитета в три раза. Впечатляет? В этом ролике вы узнаете все об оздоровительных свойствах меда и чеснока с медицинской точки зрения. Сколько, в каком виде и когда нужно употреблять чеснок, как замаскировать неприятный для окружающих запах. Что делать, если вы не едите мед? В народной медицине есть тысячи вариантов чудодейственного чесночного меда. Досмотрите ролик до конца, и я поделюсь самым эффективным, проверенным и научно обоснованным рецептом. Почему чеснок пахнет? Чеснок укрепляет иммунную систему и помогает сохранить здоровье. Секрет феномена в его составе. Вы заметили, что цельный зубчик не пахнет, в нем содержится аминокислота и фермент алиин и алииназ. При разрезании или раздавливании нарушается целостность клеток и происходит ферментативная реакция, образуется алицин. Это базовое укрепляющее органическое соединение, то есть маринованные зубчики бесполезны в плане бактерицидной защиты. Алицин нестабилен, он обогащается серосодержащими веществами, источником специфического вкуса, запаха и лечебного эффекта. Они усиливают реакцию белых кровяных телец на агрессивные вирусы, которые провоцируют появление простудных заболеваний. Активные компоненты начинают борьбу с болезнью путем укрепления иммунитета. Алицин повышает сопротивляемость иммунных Т-лимфоцитов. Их задача – защищать нас от патогенных и раковых клеток. При попадании инфекции в организм происходит активация иммунных клеток на фоне улучшенного клеточного иммунитета. Обратите внимание, выбирайте самый ароматный, только что собранный чеснок. После зимнего хранения в нем остается только 5% биологически активных веществ. Польза сырого меда. Натуральный мед в народе называют кладезим витаминов. Он содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов и замедляют процесс старения. Мед повышает сопротивляемость организма, замедляет течение хронических заболеваний. Благодаря иммунно-стимулирующим и противораковым свойствам его рекомендуют пациентам с диагнозом рак или порог сердца. Мед поможет вам решить проблемы с пищеварением, например, при лечении от хеликобактериоза, частой причины язвы желудка. Поразительно, если у вас болит горло, начался грипп или кашель, простая ложка меда поможет победить заболевание. Но этот продукт может быть также сильным аллергеном. В случае индивидуальной непереносимости лучше не рисковать. Чесночный мед. Взаимодействие ингредиентов. Природные компоненты мед и чеснок при смешивании становятся более полезными, чем по отдельности. Алицин в чесноке и антиоксиданты в меде взаимодействуют. Вместе они дают противогрибковый и антибактериальный эффект. Именно грибки и микроорганизмы ослабляют защитное свойство организма. А чесночный мед замедляет интенсивность хронических воспалений. Антимикробное свойство состава можно использовать для профилактики ОРВИ. Зачем дожидаться первых признаков респираторных заболеваний? Лучше укрепить защиту границ или напасть первым? При кашле мед снимает раздражение и отеки в воспаленном горле, способствует отхаркиванию. А чеснок, разжижая слизь, очищает дыхание. Отличное вспомогательное средство. Обратите внимание, для лечебно-профилактических целей вам понадобится натуральный мед. При нагревании свыше 40 градусов, при термической обработке он теряет полезные свойства. Друзья, напомню, что менее 30% зрителей, которые смотрят наши ролики, подписаны на канал. Большое спасибо тем, кто нашел время, чтобы подписаться. Ваша поддержка очень важна для нас. А те, кто до сих пор не подписан, просим подписаться. Это стимулирует нас делать самый полезный для вас материал. Рецепт и его особенности. Переходим к рецепту приготовления. Если вы хотите максимально воспользоваться лечебными свойствами коктейля, придерживайтесь главного правила. Мелко порезанный чеснок готов к употреблению только через 10 минут после измельчения. Подождите 10 минут, прежде чем съесть его. Возьмите один зубчик чеснока и тщательно измельчите. Полученную смесь соберите в столовую ложку и доверху залейте медом. Систематический прием этого лекарства из природной аптеки способен укрепить ваш иммунитет максимально, а именно в три раза. Все гениальное просто. Постарайтесь съедать три ложки измельченного чеснока с медом в день. Одну утром, другую в обед, третью вечером. Мотивация есть эту смесь три раза в том, что нужно создавать свою армию. Вам нужно укреплять здоровые белые кровяные тельца и заботиться о лимфоцитах, этих Т-клетках-киллерах. А они, в свою очередь, помогут укрепить ваш иммунитет. Сильное тело – надежный щит, который поможет помочь в бою с вирусами. Ваше здоровье, самочувствие и счастливая жизнь в ваших руках. Повторюсь, воспользовавшись этим нехитрым рецептом, вы получаете троекратное улучшение иммунной системы. Но что же делать, если эти продукты противопоказаны? Небольшое отступление для тех, кто не ест мед или чеснок из-за проблем, связанных со здоровьем. Количество меда можно свести к минимуму, но если вы его не воспринимаете на 100%, например, из-за аллергии, используйте заменитель. Главное, чтобы он нейтрализовал характерную чесночную горечь и остроту. Если вы не можете переносить чеснок в измельченном виде, то, как вариант, зубчик можно просто положить в рот целиком и запить водой. Это в любом случае лучше, чем вообще не употреблять. Но чеснок противопоказан при многих заболеваниях ЖКТ – гастрит, нефрит, панкреатит. Хозяйкам на заметку. Чеснок следует употреблять исключительно в сыром виде, так как в процессе приготовления исчезает и запах, и полезное свойство. Поэтому хозяйки добавляют этот овощ в блюдо в самом конце. Как избавиться от чесночного запаха? Как дезодорировать чесночное дыхание? Чистка зубов с ополаскиванием ротовой полости не даст стопроцентного результата. Чтобы убрать специфический запах, надо нейтрализовать 70 серосодержащих компонентов. Они распространяются не только через дыхание, но и через кожу, легкие и даже почки через мочу. Распространенный вариант защиты – шпинат, мята, петрушка, яблоко. Также эффективны мускатный и грецкий орех, лавровый лист, кардамон. Или жевание кофейных зерен. Общее свойство перечисленных овощей и фруктов – быстрое окисление. А орехи – это общепризнанные нейтрализаторы запаха, вплоть до алкоголя. Ну а вообще не сильно беспокойтесь о запахе. Это мелочь по сравнению с пользой, которую вы принесете своему телу. Вы заботитесь о здоровье, вы создаете личное несокрушимое войско, вы выводите из организма вредоносный холестерин и сохраняете сильную иммунную систему, без медикаментов и побочных реакций. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok